Соло Малава! Снился мне ночью неравный бой Ты, а вокруг арабы Чувствую, милый, беда с тобой Чувствую рядом... Бабы! Снилось мне ночью, что ты в плену Сердце от боли сжалось Хочешь мучителей прокляну Им затуплю кинжалы Кабы могла твою боль унять Всю забрала, тогда бы Только предчувствие у меня Чувствую рядом... Бабы! Снился мне ночью девятый вал Страшная непогода видела Как ты держал штурвал И уходил под воду, чувствую Выброшенной волной плачешь Под Баобабом Выжил один ты А все равно... Вот чувства... Рядом... Бабы! Бабы! Бабы, господи, опять... Опять одни девушки Пришли ко мне на концертик Господи, спасибо вам, девушки Эти цветочки для вас Я слышала, как вы гадали Кому замуж Поднимайте руки Будем кидать Кто поймает, та выйдет замуж Коллодируйте те девушки А что вы поаплодировали? Вы где? Поаплодируйте кто в инстаграм Ой... Девочки, это про нас А можно что-то такое доброе О детстве? Это очень хорошее О нашей женской дружбе в интернете Все началось с того, что Анжелика Детально изучив одну программу Два фото обработанного лика Шутя презентовала инстаграмму То был шедевр И ретуши, и цвета И стиль не хуже Марио Тестино Настолько, что ее подруга Света В виде фото сильно загрустила Светлана не дружила с фотоделом Зато дружила с Борей Из Газпрома И пару дней назад ее одел он в куницу Ничем не повод сделать промо Светлана под себяшкой написала Спасибо, дорогой, за эту сказку И тренерша Из местного спортзала Увидев селфи, потянула связку Она встречалась с культуристом Женей Таким самовлюбленным эгоистом Что за четыре года отношений Он ей купил трусы за тысячу триста А у нее божественное тело Светлана ей в подметки не годится И тренерша от боли захотела Запечатлеть на фото ягодицы Те самые трусы за тысячу триста Дополнила чулками и корсетом И бывшая подруга культуриста Ответила семейным фотосетом Тот фотосет увидела Марина И выложила новую машину Машиной вдохновилась Катерина И выложила нового мужчину И я стою с айфоном в туалете И думаю, как много нас в России Друг друга мотивирующих леди Счастливых и успешных и красивых Я хочу прочитать вам стихотворение Которое называется Поэма Бьюти Блога Сори, пожалуйста, семь ступи за хард из твердых Сильная женщина, сама все делаю Даже стулья перемещаю Видно меня хорошо? Человек живет Спасибо Спасибо Любовь в пространстве соцсетей Не требует свиданий Я поклонялась красоте Одной прекрасной дамы Я мать, невестка и жена И некуда деваться Но у меня была она Богиня мотиваций Я изучала, не дыша Ее любую фотку Когда качала малыша И чистилила селедку Мне снились Новые посты Прекрасной королевны Где были волосы густые А кубики рельефны А бюст, подтянутый упруг Ну просто ангел с нимбом А рядом Чувственный супруг Всегда готовый к снимкам Мне вдруг открылся новый мир Любви и ароматов Где мой божественный кумир Кровь превращал в помаду Я так была поражена Масштабу новых истин Что все скупила Что она Советовала выньсти Косметики на тысяч сто Я делала репосты Я намекала о Христос Взгляни я твой апостол Дорогу укажи рабу Много руки шива Я даже наколоть губу Сознательно решила Хоть муж сказал мне сгоряча Что я реально дура Я ожидала у врача Заветные процедуры Стояла молча у окна И вдруг открылись двери И в коридор вошла она На каблуках и в перьях В колье из розовых камней Румяная как пряник Она была по пояс мне С ногами и с кудрями Такой вот маленький божок Худющий не на шутку Она смотрелась хорошо Но в то же время жутко Отважно прикрывая стресс Загаром цвета кофе Она несла свой модный крест На модную Голгофу По лбу звезда В груди броня На голове мочала И в этот миг она меня Реально прокачала И я возмолилась Отче наш Какие муки, Отче На что она поражена Обречена С утра до поздней ночи Светить И отдыхать не дня Вся жизнь сплошная месса И это все Ради меня Чтоб мне Оставить месседж Чтоб мне сказать давай Держись ты женщина Ты сможешь И после родов Будет жизнь И будет жизнь Моложе В твоей руке В твоей ноге Магическая сила Верь в рестилайн И в коллаген И станет жизнь красивой Верь в моду В спорт и в худобу Уже не будет хуже И можешь наколоть губу Для веры Не для мужа Несовершенно наша плоть Несчастны люди боги Но надо верить Раз Господь Придумал Бьюти Благи Благи Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Когда спросят какая я в жизни Скажите высокая Хорошо? Спасибо А можно мне какой-нибудь фуанчик Такой для сумочки У нас не запланированный номерок Возьми давайте А почему мужчина спросил? Он много А давайте я буду делать паузу А вы будете хлопать в тех местах что у вас есть. Хорошо? Я ношу в красивой сумочке маленький набор бойскаута, зонтик с миленьким рисуночком, купленный с большим дискаунтом, тюбик с более утоляющим, фляжку с огненной водицей, пол пакета миндаля еще. Хоть сегодня в экспедицию. Щипчики-кусачки-ножечек, спички-модные изданий, чеков мягеньких немножечко, разведу костер когда-нибудь, бутыльки рекламной акции, неплохие ароматики и набор для депиляции. Случаи большой романтики. Диски с фильмом Бертолуччи и мюзиклом «12 месяцев». Паспорт. Визы все получены. Сменное белье имеется. Аудиокуз английского, аудиокуз японского. Если станет кто обыскивать, скажет «техника шпионская». Есть помятая инструкция, две гарантии просроченных, Библия и Конституция. Завтра прочитаю срочные. Есть еще довольно многое разного предназначения. Девушка, я одинокая. Я готова к приключениям. Спасибо. А можно у меня этого мужчину на сцену, который так вот... Да, ну давайте. Выходите, выходите, да? Вашу просьбу. Теперь исполните нашу. Исполните нашу. Выходите. Давайте по-моему, смену выходите. Мы не шутим, да. Выходите, выходите. Где вы? Спасибо за подсветку потрясающую. Смотри, вот прям купольная подсветка этого старинного зала. Вообще в Питере все старинное. Мужчины все здесь. Ого-го. Давайте поаплодируем. Вот, я вижу, уже пробрался сквозь ряд. Это наш кавалер. О боже. Мы купили настоящего мэтра сюда. Давайте поаплодируем громче. О боже. Супер. Просто супер. Нормально? Пойдемте. Давайте мы вас посадим. Конечно, на стул. Такого человека, такой путь проделал. Присаживайтесь, чтобы вам было комфортно. Здравствуйте. 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 Ох, потрясающе. Садитесь, садитесь, не упадите. Спасибо большое. У меня для вас будет суперзадание. Мне понадобятся от вас некие физические действия. Хорошо? Одним пальцем. Да, Андрей, покажи, каким пальцем. Вот таким. Как у вас? Хорошо, работает, да? Отлично работает. Давай, продолжаем. Да, да, да. Оп, оп, оп. А вторую руку можно как будто бокал держать. Вот, хорошо. И вот эту руку вперед. Это вперед. Вот так, за мной. Это так, да. А это так, раз. Поближе. Поближе, вот так, поближе. А то другой работает, хорошо? Отлично, да. Отлично. Вам не хватает только самого главного. Мобильного телефона. Да. Вы работаете только одним пальцем, жмете на кнопочку. Вот так. И получается шикарный. И на эту кнопочку так, раз. У меня никогда нет фотографий с концерта. Да, вот. Вот так, еще. Отпускайте. Еще, у вас хорошо получается. И чем больше фотографий, тем лучше. И вот так. Сильно не жмите. И главное, чтобы получалось, чтобы... Нет, держите, держите. Чтобы соло было в кадре. Вот так. Хорошо. Вот так. Отлично. Все, что вам нужно. А можно что-то такую музыку, такую современную? Держите, держите. Держите. Мы бежим с тобой, как будто обгибарка. Как я скучала, милый. Видишь слезу в глазу. Сфоткай меня, что было. Видно эту слезу. Фоткайте, фоткайте. Вот и конец скитаний. Вот и со мной ты. Фоткай с меня с цветами. Точно вошли цветы. Как я молилась Богу. Как я молилась, зай. Сфоткай немного сбоку. Ноги не обрезай. Ты же моя находка. Мой персональный рай. Толстая? Перефоткай. Страшненькая? Стирай. Я же не зря скучала. Так что давай. Держись. Это еще начало. А впереди вся жизнь. Браво, друзья. Вот это фоточки. Как вы себя чувствуете? Хорошо? Вы забыл акробатический номер. Подождите. Вы никуда не уходите. Мы вам подарим книгу. За ваш прекрасный фокус. Я видел фотографию. Вы сделали отличный. И давай еще жалобную дадим. Идите. На всякий случай. Держите. Батк вам еще жалобная. Теперь я кинок. Спасибо вам большое за этот интерактив. Давайте поаплодируем, друзья. Вы видите, все происходит, что называется, на ваших глазах. Абсолютно онлайн. Спасибо. Давайте проводим нашего прекрасного и замечательного фотографа. Полагающего человека. Давайте помогу вам. Помогу. Да, ну вы по-богатырски справились руками зато. Аплодисменты. Как тебе вот это? Нормально? Сейчас, секунду. А у нас же там, ребят, у нас же можно фото сбросить, прямо вот вывести на экран? Крупничок, можно? Давай, сейчас по бутусу кидаю тебе. Давай, выводи, ага. Ну да. Ну да. Ну да. Тема цветов не раскрыта. Да. Ну погнали. Китерский рэп под гитарочку. Оп. Нет, это не стёк. Совсем не смешно мне. У Таньки Петровой растёт. А у меня нет. Нет, извините. У Катьки и Светки растут. Какая-то, блин, фигня. Хоть судят по обозрасту. Расти должно у меня. Тут не при чём спортсал. Нет, нет. И тут не при чём еда. Хоть парень мне мой сказал, мол, вырастет, не беда. Не растёт, но это тупая листь. Обманка, как интернет. Обманка, как интернет. Ведь все предпосылки есть. Все предпосылки есть. А результата нет. Нет результата. Я Господу Богу молюсь. В преддверии Рождества. О, Jesus. Хотя бы один плюс. Нет, фигушки. Минус два. Займ нюханых. Ни для тёп-чёп-чёп. Но это же полный бред. У всех. Инстаграм. Инстаграм. Растёт. Растёт. А у меня скульп мят. А у меня не неё, наконец. Люди, добрые, подпишитесь на меня. Собачка. Соло. Нижнее подчеркивание молодого. В условиях современной техники все возможно. Проверь, я буду живем исключительно петь. Живое исполнение. Живое исполнение. Все, включу. А можно побольше света прям? Максимально света, чтобы вот здесь было светло. Вот здесь было прям вообще светло. А кто знает, как вообще сидеть за фортепиано? Я правильно села? Мне как-то высоковато. Можно мне пониже? Это же высокая. Это king size. Фортепиано. Даже для такой высокой женщины, как я, оно слишком велико. Нормально. Так сгодится. Сейчас модно маленькие девочки, чтобы пели типа монеточки. Так, у меня не включены клавиши, дайте. Включите меня. Раз, два, три. Да вы мне, по-моему, не ту фонограмму включили. Что ж такое? Фонограмму включите правильно. Да, вообще не ту включили. Мы вам за что деньги платим. Мы ж в Питере договорились с вами. Ну, человек в первый раз. Давайте поаплодируем. Фонограмму не тут включил. Давайте еще раз. Давайте вы про это забудете. У нас абсолютно настоящее выступление автотюна. Добавим давай чуть-чуть. Готово? Исключительно живое. Давайте еще раз. Так, подождите. Похлопайте, дорогие зрители. Раз, два, три. Ну что? Когда появляется в жизни мужик. Когда появляется в жизни мужик. Никакой фонеры. Господи, дайте, что вы встёк на счастье? Браво. Господи, да как же так ровно свести-то в такой сложной ситуации? Просто низкий поклон всем, кто так работает на износ. Три. Три книги за мужика. Три книги за мужика, мужик встал. Идите, идите сюда. Смотрите, три книги, и мужчина уже сам рвется на сцену. Начитанный. Просто любит трое. Где, где, где он, где он? Вот он, мужчину на сцену! Аблазменты! Ой, смелый. Насиженное место. А как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь. Мое любимое имя. Игорь, все еще проще. Фотографировать меня не надо. Так, мне понравилось. Понравилось? И трогать тоже меня не надо. Да, договорились? Вы же женщины же, конечно, да? А-а-а! Ей обязательно скинут, поэтому не трогайте меня. Да? Можно я вас буду трогать, а вы меня не трогаете? Можно, да? Очень приятно. Давайте. Итак, и делать главное, главное, вы должны делать вид, что вам нравится. Песня сильной женщины исполняется, ну, как всегда, вживую. Не, вживую, прям. Честно, там даже петь не надо. Когда надо петь, там, подограмма. Так. Два куплета, припев. И самое главное, помню строк. Давайте. Коня на скаку, остановлю. Я сильная женщина. I love you. Ты был неухоженным, но теперь я стану заботиться о тебе. Коня на скакухой, левой рукой, ты можешь расслабиться. Дорогой, тебе напрягаться не надо вовсе. Расслабься. И получи удовольствие. Назначь меня срочно своей спутницей, Пока ты серьезно ни с кем не спутался, Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер, и твой священник, Твоя секретарша, и твой водила, И я тебя практически убедила. Твоя стриптизерша, и твой банкир. Пока не отброшу коньки. Второй куплет. Ты можешь мне не подавать пальто, И руку при выходе из авто, И шубу не надо дарить. Соболью я сильная женщина. Мне не больно. Я твой неотесанный бриллиант. Я твой самый выгодный вариант. Ты просто скажи, что меня заводишь, И я с дамочкой Ру удалюсь. Сегодня же. Вот тебе крест. Назначь меня срочно своей спутницей, Богатый серьезно ни с кем не спутался, Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер, и твой священник, Твоя секретарша, и твой водила, И я тебя практически убедила. Твоя стриптизерша, и твой банкир. Пока не отброшу коньки. И бонус-трек, 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 Еще чуть-чуть бонус-трек. Как бантики хорошо смотрятся. Очень хорошо. Особенно сзади. Спасибо. И пусть для победы нужна Самая малость Сильная женщина Захи. Нет. Заболевалась. Устала. Психолог. Танцуй. При книге. Какое решание. За два комплекта. Да, давайте. Давайте. Давайте быстро селфи. Давайте. Ну так, чтобы уже это... Ребята, это селфи на сцене. Давайте поаплодируем первому селфи на сцене. Такого еще не было никогда. Спасибо. Ну, заработай три книги. Все три разные. Так, подождите, все мы сейчас на зал сфотографируемся. Давайте зал. Давайте руки выше зал. Готовы? Три-четыре. Нормально. Все, книги есть? Игорь. Книги. Все, давай. Игорь. Вам подарили свои. Знаю, есть. Между нами было, да. Ты — герой. Не больше и не меньше. А на личном фронте западня. В целом мире идеальных женщин. Ты зачем-то выискал меня. У других порядочные жены, Полные задора и огня. У нас ту избы не зажжены. Только о ней никто не выгонял. У других податливое тело И всегда горячая плита отвечают коротко по делу И приумножают капитал. А тебе не повезло со мною? Я твой нераскрытый парашют. Я все время ною, ною, ною. А потом прошу, прошу, прошу. Ты мечтала о женщине полезной, Приобщенной к шпаге и копью. Я же то куда-нибудь залезу, То случайно что-то разобью. Если это светлое начало, Где же пара крыльев за спиной Пальмовых ветвей не получала? Нобелевских премий не одной, А пороть меня себе дороже. Не ценю святую доброту. Даже бросить ты меня не можешь. Я же непременно пропаду. Кто на первом свидании Едет к парню? Поаплодируйте, пожалуйста. Хорошо. А сейчас пускай поаплодируют те, Кто на первом свидании Ни при каких обстоятельствах Не поедут к парню. Скажите, а что делает та часть зала, Которая вообще не аплодировала? Она сомневается, да? Она зовет к себе, Подсказывает мне девчонки. В общем, на самом деле, Песня, которую сейчас Исполнена стихи Соломоновой, Называется очень просто. Она всегда вот об этом Непонятном, неопределенном моменте. Потому что одна дает, Другая не дает. Можно, пожалуйста, Чуть-чуть атмосферку поменьше Света музыку. А транссердечных не спасает ее, Царапины внутри, а не на коже. Одна дает, другая не дает, А впрочем, абсолютно не похоже, Как сочное жаркое и бульон Ты жаришь это, мучает диетой В одну влюблен, в другую не влюблен Но сложно выбрать между той и этой В которую влюблен она огонь Наркотик суру пущенный по вене Она своей поченой ногой Растопчет даже без приказ на вене Вторая первой уступает всем Не может улыбнуться так же мило Но согласилась на БТС И все сама для этого купила Для первой сути, розы и духи Безобязательств это главный принцип Ты должен суверождать ее руки На случай, если не прискачут принцип Вторая говорит, что ей близка Свободная любовь, но врет короче И дай находить женские войска Твою квартиру под покровом ночи Кто трусики забудет, то пальто Костырку, сковородку, что-то к чаю Весь день ты честно думаешь о той А ночью память словно отключают Ты даже раз добрел за эти дни Тебе идет, насутишься и стоишь Ах, можно было бы их свои тянуть БТСН и сладку, и ушки сону Ах, торгаешься к нему То идешь ко дну Боишься даже думать о расплате Настанет день Ты выберешь одну И ошибешься При любом Раскладке Спасибо, друзья Спасибо всем прекрасным девушкам Вне зависимости от того, как они к нам относятся Респект и волнованный смертон, друзья! Дамы и господа, внимание Вас не предупредили Но по периметру этого зала Расположены скрытые видеокамеры Мы присутствуем с вами На съемках нового интернет-проекта Модный приговорок Встречайте ее ведущую Модного стилиста Матрёна Афиша! Ваш аплодисменты! Я начинающий стилист Матрёна из Калуги И всем, в ком деньги завелись Я собираю луки Я стриженная под коре Бачочек типа киса Хвалите же меня скорее Прекрасного стилиста Я собираю мастерские наряды для тусовки И босоножки под носки И шубу под кроссовки Стиль называется спортшик Париж давно на спорте В нем все фигуры хороши И вы со мной не спорьте А кто от спорта подустал? Кому нужна нирвана? Есть нечто лакшери? Бомб стайл? Ну типа рвана-рвана На молодёжь за пару сек Мне с молодёжью проще Стиль Импозантный дровосек И борода-извозчик А вам не нравится Вы кто? Васильева Алена На вас дурацкое пальто И редикюм палёный Вы как колхозница с полей Вот только отпустили У вас же возраст соболей Вам нужно быть на стиле Я разбираю гардероб Как ниндзя Даже резче В чём замуж? В чём ложиться в гроб? Ну базовые вещи А можно просто заказать Мой курс за 8300 Теперь вы драная коза Останете актрисой Не надо жертв для красоты Она там много денег Читайте ранние посты Там масса наблюдений Полезнейшая болтовня Доступна немудрёна И подпишитесь на меня Офишел Матрёна Дамы из города Это ужасная тема И это в принципе страшно Поэтому просьба беременным женщинам А вот девушка собиралась рожать до конца года Покиньте зал Нет, закройте глаза просто Закройте Слабонервным Тоже закройте глаза Брови Даже цветы в траве Теперь не того оттеночка Чёрная фея бровей Ходит к плохим девочкам И соблазнит Маш Кухот переносится Это же татуа Он целых три года носится И девочка бьёт тату В матном салоне в бронницу Чтоб видели за версту Что это идёт модница Что делали мастера И никакой мистики Все говорят Стирай! Но говорят завистники А чёрная фея бровей Слиняла благополучненько Смёться на жертвы своей И потирает рученьки Ходит в чёрной фате По звонким апрельским лужицам И забирает тех Кто маму не хочет слушаться Не надо Не надо Это патриотично Как все патриотические стихи Я написала эти стихи за границей Я два года жила на чужбине Около шикарного пятизвёздочного отеля Я страдала Страдала Очень глубоко страдала по родине И вдруг подъехал Шикарный автомобиль Бентли Кабриолет С бежевым кожаным салоном И из него вышла женщина Вся в Шанель Не женщина А просто облако в Шанель А впереди губа И я сразу поняла Русская Красота Как пупочная грыжа Прёт из женщин и хотюбей Нашу бабу узнаешь в Париже По накачанной верхней губе Ни кокошник Ни запах махорки Ни танцующий рядом медведь Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке По накачанной верхней губе Бабы русские Нелегко нам Роковая на нас печать В деле нефти И силикона Есть ресурс Значит, надо Качать Значит, надо расправить знамя И достойно нести лицо Чтобы видели Чтобы знали Чтоб боялись В конце концов В мире чёрного капитала Где свирепствует Summer Time Наша баба губу Раскатала И попробуй сейчас Закатай! 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 Губежинку Ломай! Губежинку Но сейчас же модно типа рэп. Йоу. Шампанского закажи нам, а то тяжело дышать. Эй! Дело – это машина, в которой сидит душа. Сначала водить опасно, и бабушка не велит. Но ты получаешь паспорт, как дедовый Жигури. В судьбе твоей подростковой случается перелом. Ты в этой машине скован, ведь ты не ален де ло, хо-хо-хо. На улице дразнят странно. Родня говорит – не верь, ты едешь не в ресторан, а в правильный универ. Ты едешь куда деваться, пусть дразнят не в первый раз. Но лет 19-20 твой кузов меняет класс. И форму тунг-тунг, и руль-пам-пам, и файл-пам-пам. Теперь это новый год, и ты выбираешь пару, Чтобы ей предложить комфортно. Начнуть при дорожной страсти своих лошадиных сил. Но ты не король на трассе, а так эконом-такси. Ты молод, оперативно решаешь, звонишь, спешишь. И вот ты уже в спортивной машинке оков врести. Ты модный, ты эпатажный. К тебе, мамадор, мамадор! Еще не хватает стажа, но чувствуется задор. Пусть принц у тебя невеста, в корсете, в чулках, в воде. Мамадор! Не хватает места для тещи и двух детей. И вновь переходный возраст. И вновь ты не эталон. И снова метаморфозы. Растет на глазах слом. Меняются габариты. Не выехать из ворот. Ходовка слегка разбита. Вписаться бы в поворот. Как было легко на Порше, но эта пора ушла. Сперва ты меняешь Порше. Потом промываешь шланг. И ты бы купил на Венге. Но тут же не магазин. Смеется зубная фея. Давай не букс вывези. Вдруг ложечка на панели. И глохнет мотор внутри. И лучик в конце панели. Поехали. 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 Её не портит ни еда, ни зеркало в фойе Её стремишься обаять, любить и украшать Чужая дама не твоя, а значит хороша Твоя совсем уже не то И в жизни, и в сети Ты покупаешь ей пальто Оно не так сидит Нелепо сфоткалась, поёт Противным голоском Она твоя, но не твоё Не тёлка, а мяско чужая Вот где красота и грация и стать Свою попробуй воспитай Своей такой и не стать И жалко для неё теперь И сердце, и руки Твоя не нравится тебе Но нравится Другим Я буду вам читать лирику Нон-стопом Немножко Хорошо? Как вы к лирике? Я помню дни, когда мне были не страшны Любые горести И мир казался чередой сплошных Прогулок в поезде Смеялось солнышко сквозь грязное стекло Тянуло лучики Одних попутчиков бессовестно влекло К другим попутчикам И превращался незнакомый пассажир В такого нужного И с ним хотелось разговаривать про жизнь За поздним ужином Делить горячим подстаканником звеня Кулек с ирисками Но все попутчики сходили без меня Их ждали близкие А я молила, чтоб нажал на тормоза Кондуктор поезда Я бы любила вас Сто тысяч лет назад Сегодня Боязно Я бы хотела жить В маленькой белой башне Лучше На самой верхушке седого мыса Так далеко от всего вашего Чтобы не встретиться даже в случайных мыслях И чтобы кружили орлы И чтобы толпились тучи Толстые и разодетые Как оперные сопрано А я бы садилась у форточки На деревянных стульчиках И провожала их на гастроли в другие страны И чтобы Весна и осень И чтобы зима и лето С трудом добирались ко мне По камням и грязи И чтобы Ни телефона Ни интернета Не нашей Печальной Печальной Связи Ты не бойся Я уйду не слышно Ты не станешь от меня усталым Взяв мобильный с туфлями под мышку Выйду из подъезда и растаю Люди существуют параллельно Людям не нужны пересечения Ты не бойся, я уйду Мгновенно Дважды не войду в твое течение Мозг художника Питают стрессы Лучший педагог по режиссуре Говорил, что Нужно ставить пьесы Только о себе Пусть даже В сюре Я Не стану по телам Скитаться от раската реплики Финальной Ты не бойся Мне ведь не пятнадцать Ухожу Профессионально АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Твой приятель Валерка в футболке с орлом В ресторане отеля за шатким столом Говорил, что ты должен идти напролом Что тебя понимает отлично Понимает, насколько ты сильно устал Потому что ты просто мужик, а не сталь И просил принести ему водки кристалл А ему приносили столичный Он тебя понимал в мелочах и в большом Он был очень расстроен, смущен, возмущен Запивая столичную кислым борщом Бородинский макая в сметанку Выдопили столичную, съели борщи Сервис был неказистым, но счет небольшим Он сказал, если будут проблемы, пиши И поехал к жене на фонтанку Он поехал к жене Ты пошел на вокзал Ты нашел свое место и мне написал Что уладишь любые формальности сам И уладишь, наверное, к маю Что тебя понимают Артем и Кирилл И Валерка, ты только что с ним говорил И случайный попутчик, мужик из Твери Только я тебя не понимаю И хотя я прекрасно умею читать Прочитав это все, не пойму ни черта Между нами давно появилась черта И теперь мы ее не приступим Ты использовал весь речевой арсенал Поезд тронулся и потерялся сигнал Мне казалось, что это еще не финал Позвонила, ты был недоступен Ты исчез Для тебя это было важней Твой приятель Валерка поехал к жене Он тебя понимает, конечно же, нет Понимал бы, сидел бы напротив Не лежал бы в постельке своей кружевной Обсуждая твои перспективы с женой Обсуждая, какой же ты все-таки смешной А такой образованный Вроде Хороши Обсуждение чьих-то страстей Возникает так много хороших идей Обсудили тебя Уложили детей Целовали В мизинцы В ресницы А твоих кто придет целовать, обнимать Ты спокоен У них есть надежная мать Им еще слишком рано тебя понимать А потом ты готов объясниться Ты готов объясниться позднее Потом У картонных мечей затупился картон Вот и кончилось детство Из книжек Барто Из мультфильма про Питера Пена Приключения и никаких катастроф Слышишь музыку? Что это? Песня ветров? Или в крайнем купе На рояле Петров Проводница Играет Шопена Боже, спасибо Это просто самое приятное Если у вас Если у вас есть мужчины Кому можно отправить эти стихи И они на них повлияют Отправьте, пожалуйста Потому что Это такая Ой, господи, больная тема Где смелый мужчина Которому просто можно глаза в глазах О боже Садитесь А можно и двух? Двух? А стульчик второму мужчине? О боже Слушай, на таком мужчине он сам принесет Это впервые За историю театра Мужчины вышли на сцену Вынесли себе стулья Хорошо Ну, это одному посвящается Ну, тогда я прочитаю первую Первую часть вам А вторую вам Да? Но главное не трогать Иначе будет слишком смешно Это типа лирика Чувства Чувства Так Это называется чувства Между двумя Детьми у меня есть стихи Но я их сегодня не читаю Поэтому будет между двумя мужиками Давайте Чувства Словно Лечу Скорки Тормоз Сломан Привкус Горький Прошла Свадьба Бокал Допит Что не Судьба То все Опыт В нашей любви Я, наверное, стала старше И научилась держаться И заменять После тебя Мне уже ничего не страшно После тебя Мне уже ничего не страшно Спасибо Тебе За меня Станешь другой Как и мне говорить о счастье Так же, как мне горячо Разжигай камин После тебя Мне не страшно Ни с кем прощаться После тебя Мне не страшно Ни с кем прощаться Даже С тобою Самим Чувства 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 Словно Чувства Лечу С горки Тормоз Сломан Привкус Горький Прошла Свадьба Бокал Допит Что не Судьба Судьба То Все Опыт В память о нас Как в картинную галерею Всех приводи Пусть любуются Господа Ведь для тебя Никогда я не постарею Ведь для тебя Никогда я не постарею И ты Для меня Никогда Как ожерелье Из пластиковых Жемчужин Наши амбиции Дешевы И просты После тебя Мне, конечно, Никто не нужен После тебя Мне, конечно, Никто не нужен И в первую Очередь Ты Чувства Слов Навлечу Скорки То чувство, когда у тебя мужика Турмаз Слов Мон Привкус Горький Прошла Свадьба Бокал Допит Что не Судьба То Все Опыт Такого опыта у меня еще не было Да, две книжки, у нас две последние Спасибо вам, дорогие Спасибо А потом поняла, что если я его не добавлю, то в принципе мне его читать осталось полгода Потому что оно для тех, кому скоро сорок, и они уже не фонтан А через полгода мне будет сорок и как бы уже без вариантов Но это стихотворение я писала месяц, оно мне особо дорого И я его писала так долго, потому что мне не было рифмы к слову кокаин Я не буду вас спрашивать рифмы, я уже знаю, я уже спрашивала Лучшая рифма – мудокаин Да, но я не придумала эту рифму, и я просто взяла и заменила Я заменила кокаин синонимом А можно мне пушку, чтобы у меня был такой узенький пучок света Ух ты ж, вот так-то Это тоже на тему семейной жизни Она очень актуальна А ты, мать, смотри Уведут его Уведут Нет, пускай гулять, пусть вертится на виду А ты еще встретит какую-нибудь звезду Какую-нибудь начинающую актрису Тебе скоро сорок, и ты уже не фонтан Молью изъедена девственная фата Тебя уже тянет к вязанию кота А это не добрый признак Вот помнится, раньше Плясала ты на столах И бармены уверяли, что есть талант А утром смотрелась блестяще, хотя спала Порой не больше часа Тебе скоро сорок Попробуй-ка не доспать И сразу в лице и фигуре такой распад Что нужно тащить свою тельцу в ближайший спа И склеивать эти части И ехать работать на шпильках И в пиджаке Не то чтобы не было денежек в кошельке Семью ты не тянешь Пока что при мужике Работаешь за идею Ты хочешь быть личностью, а не следить за ним И в офисном зеркале ты представляешь нимб И говоришь, я еще покорю Олимп Но прежде я похудею Еще ты худеешь Ты кушаешь творожок Твой разум здоровым питанием Заражен, тебя мотивирует Задница инстажон С гламурного пьедестала И ты закупила на сайте сыпучий корм Мешаешь его с диетическим молоком Склоняешь домашних жиры И заменить белком И всех ты уже достала Реально достала Он так тебе и сказал И чем-то недобрым светились его глаза С утра ты работаешь, вечером в фитнес-зал Вот все твои интересы Ты типа уже вышла замуж и родила И можно ослабить семейные удела И наконец-то свалить по своим делам А все остальное бесит А ей будет двадцать Ну максимум двадцать семь Пока не разносит на пиве и колбасе Когда в выходные пожрать и упасть в бассейн Вот главная роль невесты И ей будут нравиться Ребрышки и шашлык Поскольку диеты по молодости пошли А все твои постные принципы Да пошли А не эти принципы Знаешь в какое Место Голодный мужик Он, как правило, глух и слеп Он чувствует запах Он ищет себе ночлег Как утки на патриках Видя в пакете хлеб Ко мне уже не бояться А в ребрышках бес Это тот еще Люцифер Он возит в субботу ягнят Из окрестных ферм И мажется кетчупом Чтоб совершить трансфер Из ребрышек прямо в яйца В начале Конечно же будет крутой контраст Случалось и бойкие девки Из московских трасс Нормальных мужчин Погружали в глубокий транс Наивным под обострастьем Она будет с ним увлеченно Смотреть хоккей И на любое хочу говорить окей Плясать у бассейнов С бутылкой в одном чулке Кивая соседям Здрасте! Она будет пить с ним и трахаться А потом Потом разжиреет Захочет побольше дом Поскольку она отдала свою девственность Не за то, чтоб он Ныне экономил Ааа... Слышали эту историю... Просто шок Любовница Сыпала во влагалище Порошок. А ты предлагаешь ему обезжиренный творожок. И это смертельный номер. Спасибо. Ну и теперь еще будет один музыкальный номер. Мои виртуозные игры на отключенном синтезаторе. Вот кто угодно может играть на подключенном или подключенном, а на отключенном только я. Это шикарные, шикарные стихи, жизненные очень. Да-да-да, мне нужно видеть лица женщин, которые могут это читать. А Таня, Лаура, хочет замуж за миллионера. Так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Питта. Особенно, когда две бутылки распита. А Оля хочет замуж за футболиста. Сама она подключена. Сама она подсушенная и мускулиста. Она постит в сеть эротичные видео. Но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная. А та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица. Каждая принцесса хочет запринца. Но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. А у вас от этой песенки дыбамы волосы. А у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение. А я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик с опирами. А кто не знает, с опирами это ж винчик. А выйдет замуж в инск-то-тин-ко-то-чик. Ведь кто выйдет замуж наверняка Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная. А та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица. Каждая принцесса хочет запринца. А кто помнит эпоху без социальных сетей? Поаплодируйте. В эпохе без социальных сетей, в 90-е, я была подростком. И Андрей тоже. И Андрей, он зарабатывал деньги. Он работал гоу-гоу. Он еще в школе учился и работал гоу-гоу. Да, это не смешно. Ему платили 60 рублей за вечер. Но потом он простудился и потерял работу. И тогда он выучил танец Майкла Джексона. И за Майкла Джексона платили 70. А я писала стихи и дружила с какими-то очень странными людьми. Очень странными, но очень душевными. И я сейчас прочитаю вам об этом стихи. В глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, мне было 15 лет и не было инстаграма. Не ставили лайков на мой живот, красивый и очень плоский. И был 90 какой-то год. И спирт на разлив в киоске. В поляного спирта текла река, кассетник ругался фоном. Я видела только издалека мобильные телефоны. У хмурых братков и роскошных дам в ботвортах на босу ногу То были отчаянные года и культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис от мака или от водки. Папаши чинили свои носки, мамаши свои колготки. Подростки лечили свои угри и много воображали. А Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы с Танькой не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь, игра, а Пашка Карманов гений. И нам показался бы инстаграм какой-то дурацкой хренью. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хреботы, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты, и грелись на стекловать. И капало с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно. И будь у меня хоть какой, Ютуб, вы б знали его искусство. Поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность. И Пашка бы точно тогда не сел за чей-то пустой бумажник. Сегодня в сети всевозможный шлак и много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен. Звенела любви не вай-фай-антен. Гудел мировой процессор, Вбивала хэштеги, валим контент. Но только не те принцессы, А тех из подвала простыл и след. И это ничуть не странно. Принцессы рулили в пятнадцать лет. В эпоху без инстаграма. Жизнь дана, чтоб ей наслаждаться. Свежим хлебом, раннюю весной. Месяц по ночам выходит в штатском, Чтобы не спугнуть веселых снов. В первых чувствах, в радости причастий, В добрых людях, встреченных в пути, Столько ненавязчивого счастья, Что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, Души их ленивы, как и плоть. У вулкана остывает кратер, Но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство, Это ли не божья благодать? Ни одной конторе адвокатской Сломленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендации. Сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтобы ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Питер! 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 Оля Киросименко, давайте ей поаплодируем. Макияж, уплакота, студия Миши Васильева, Тоже профессионалам, Огромный респект, уважение и преклонение. Конечно же, театр эстрады имени Райкина, Давайте поаплодируем и лично, Огромное уважение и признательность Василию Николаевичу Гальцеву, восхитительному артисту и замечательному художественному руководителю. Также поблагодарим студию красоты «Айя», магазин «Жинс-Онли» и нашим организаторам этого выступления, этого концерта, компанию «Муз-Арт». Ребят, идите к нам! Давайте, давайте! Они стоят за кулисами, вы говорите, поаплодируйте сильнейшим людям! Всем помогал! Здесь также с нами наша прекрасная команда Василия Диего, наша прекрасная Аня Мун, которая здесь снимает, директор соло, автор канала «Мунфильм». Андрей Соломонов, артист «Адрель Тинок». Ведущий и помогающий проводить этот концерт Илья Муртазин, наш виртуозный музыкант, автор новых песен и всех аранжировок, которые вы сегодня слышали и продолжаете слушать. Нашим прекрасным специалистам, художникам по свету, прекрасному звукорежиссеру, который сегодня спас наш звук. Нашим видеографам, ребятам, которые не сделали ни одной ошибки. Спасибо всем и каждому! Спасибо вам, дорогие зрители! Питер! И, конечно, это выступление я не могу представить, если вы всем здесь сегодня собрались, чтобы послушать стихи в исполнении автора, исполнителя стихов Юлии Соломоновой. Общая численность во всех социальных сетях, более полутора миллиона людей, Юлия Соломоновой и Солома Муртазин! Спасибо, любите! Спасибо вам за то, как прекрасно прошел номер Шопен, это так было важно. Спасибо! Ну что, друзья, давайте не будем завершать этот концерт, а приступим к большому... Еще! Спасибо. Спасибо.